К благоустройству придомовых территорий столичные власти приступили месяц назад. Строительные работы стартовали с улицы Привокзальная. В течение двух недель на пяти придомовых территориях были заменены подземные инженерные сети. А уже сегодня они готовы под асфальт. «Мы сняли старый слой асфальта на пяти придомовых территориях и готовим их под асфальт. Начнём устанавливать бордюры, обустроим зелёные зоны. К концу года дворы на улице Путина, два миротворцев 5, 6, 8 и 10 будут капитально отремонтированы». На улице Привокзальная были демонтированы все старые постройки и гаражи, которые портили эстетический вид улиц и мешали строительным работам. Аналогичные работы будут проведены и на всех других улицах, где будут проводиться работы по благоустройству придомовых территорий, в частности на улице Гафеза. Жители этого густонаселённого микрорайона много лет ждут ремонта дворовых территорий. Уже не первый год люди жалуются на грязь во дворах в осенне-зимний период. Однако очередь до них дошла только в этом году. К капитальному ремонту дворов приступили чуть больше недели назад. Все подземные инженерные сети были заменены в прошлом году, поэтому строители сразу приступили к работам по благоустройству. В администрации города отметили, что уже к концу текущего года все дворы многоквартирных домов будут капитально отремонтированы. К концу года благоустроят и пять придомовых территорий на проспекте Алана Джиоева. На эти цели по поручению президента выделены дополнительные финансовые средства. «На улице Привокзальная ремонтируем на средства администрации города, улицу Гафеза и проспект Алана Джиоева на средства, которые были выделены из президентского фонда». Работы по благоустройству дворов муниципальных домов были начаты администрацией Цхинвала в 2017 году. За это время было капитально отремонтировано 22 двора. В планах на 2021 год значится благоустройство домов в районе улицы Целинников, в 2022 году в микрорайоне БАМ и в 2023 году на улицах Таболова и Героев. Елена Газаева, Регина Черткоева, Алим Битеев. Информационный выпуск сегодня.